Девушки отдыхают На такие специальные занятия Там были другие дети Которые приехали из других стран Ну, из Украины И Казахстана Ну и других, но не помню Ну так там было Очень интересно и весело И нас учили дружить И быть внимательными К друг другу У меня появилась хорошая подружка Ее зовут Аня Она со мной играет И еще мы ходим с ней на экскурсии И разговариваем про все, про все И я ее полюбила даже Потому что она очень добрая Я думаю, что все дети Должны быть такие же И все люди Когда все будут счастливые С 1 сентября 2016 года При поддержке благотворительного фонда Дорога к дому И на средства Гранта Президентского гранта Национального фонда Реализуется проект Планета толерантности Планета толерантности Это проект, в котором участвуют Педагоги, родители и дети Но и главная задача специалистов проекта Это сформировать толерантность У детей, которые обучаются в начальной школе Мы не зря взяли именно детей Начальной школы Потому что всеми специалистами доказано Что именно в начальной школе Происход формирования Толерантности Ни для кого не секрет Что в последнее время Процессы миграции Они характерны для всего общества В том числе и для нашего города Дети-мигранты приезжают в классы И очень важно о том Как они себя там чувствуют Ну и, конечно же, задачей специалистов Было это проведение уроков Которые были направлены на формирование Взаимоотношений с этими детьми На восстановление дружеских контактов На умение общаться Поэтому в школах Были проводились такие уроки В которых участвовало более 800 школьников Данные уроки проводили учителя Но ни для кого не секрет Что и учителей необходимо было обучать Сначала специалисты проекта Провели обучающие семинары Для педагогов школ Которые обучили педагогов Как проводить занятия Которые были направлены Именно на формирование толерантности На формирование толерантности, конечно же И задействованы родители Поэтому для родителей Детей, которые обучались в данных классах Проводились родительские мероприятия Это консультации, это лектории Это детско-родительские мероприятия В форме квест-игры Которые были направлены Именно на формирование толерантности Но и большим таким завершающим мероприятием В рамках данного проекта Явилось это проведение Фестиваля национальной культуры Именно на фестивале Ребята смогли познакомиться С культурой других народов Поучаствовать в мастер-классах Изготавливать всевозможные поделки Которые, используя культуру И ремесло других народов Все эти мероприятия были направлены на то Чтобы классы в школах были дружные Чтобы дети-мигранты Смогли влиться в коллектив И, конечно же, стали полноценными участниками Всего образовательного процесса Формирование жизненных ценностей Начинается в семье И формирование толерантной личности Тоже начинается с раннего-сраннего детства Мы должны формировать личность Готовую противостоять внешним влияниям Готовому бесконфликтно решать Любые ситуации, возникающие Будь то в школе, во дворе, в семье И так далее И каждого неравнодушно любящего Ребенка-родитель задает себе вопрос Как же воспитать толерантного ребенка? С чего же начать воспитание толерантности в семье? Ответ на самом деле прост Нужно начинать себя Нужно самому быть толерантным Если в семье у нас будет двойная мораль Когда мы в обществе говорим о равенстве, братстве А в семье происходит совершенно другое То, естественно, ребенок усвоит последнее И хочется сказать, что воспитание толерантности Начинается, конечно же, с формирования и развития такта По отношению к близкому человеку Это собственные бабушки, дедушки, соседи, родственники Может быть, одноклассники И мы должны следить, что вокруг ребенка происходит Какие компьютерные игры, какие книги, какие фильмы, мультфильмы он смотрит Потому что жестокости в нашем мире очень много И ребенок должен понимать, как он должен реагировать на те или иные катаклизмы Катаклизмы, которые происходят вокруг него Мы должны понимать, что ребенок должен научиться конструктивно Взаимодействовать с окружающими Будь то ребенок другой национальности Другого вероисповедания Другого социального статуса Мы должны понимать, что атмосфера безопасности Принятие терпения, которую создаем мы вокруг этих детей Делает наших детей добрее, спокойнее, миролюбивее Редактор субтитров А.Семкин